Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И мы хотим, чтобы вот этот день вы закончили максимально продуктивно. Я хочу начать свое выступление с цитаты Махатма Ганди. Это индийский политический деятель, я думаю, все вы его безусловно знаете. Он всю свою жизнь боролся за независимость Индии. Индия получила независимость в 1947 году. Ему уже на тот момент было 79 лет, он поэтому не стал первым премьер-министром. Он отдал образы правления своему преемнику, ученику Джавархарауру Неру. И он сказал такую замечательную фразу, которая, я считаю, что она напрямую связана с прогнозом продаж. Он сказал, будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. Если мы переведем это на бизнес-язык, а как, собственно, формируется процесс продаж, то, на самом деле, формула очень простая. Продажи – это будущее, то, что вы получите завтра. Разные компании по-разному оценивают момент, когда, собственно, происходит процесс продаж. Кто-то считает, что процесс продаж произошел в тот момент, когда пожали руку клиенту, и он сказал «да». Кто-то считает, что это продажи с полки. Кто-то считает, когда получены деньги. А кто-то даже считает, когда прошел гарантийный срок, потому что после физического получения денег покупатель может вернуть товар, и тогда как бы продаж нет. В нашем выступлении мы просто будем, чтобы определиться, мы продажами будем считать тот момент, когда продукция ушла с полки. Так вот, чтобы продукция ушла с полки, нужно два ключевых момента. Первый момент – нужно обеспечить определенные продажи на одну торговую точку. И продажи на одну торговую точку определяются многим, достаточно большим количеством факторов. Здесь написаны ключевые – это вкусовые пристрастия, это сила бренда, это представленность, тот же самый мерчендайзинг, как это выставлено на полке, и внутримагазинный маркетинг или категорийный менеджер, какое место она занимает на полке. Второй момент – а в каком количестве точек продукция представлена? И вы только что была сессия про мерчендайзинги, и как раз это очень важный момент, что продукция не просто она один день в месяце представлена в магазине, а важно то, чтобы она была 24 часа, 30 дней в неделю, 12 месяцев в году. Вот тогда это дистрибьюция. А если у вас есть перерывы в поставках, и у вас там три дня продукции есть, три дня продукции нет, значит это считайте, что у вас дистрибьюции нет. И только после этого вот эти два ключевые параметра, то есть вы управляете продажами на торговую точку и управляете дистрибьюцией. Если вы это хорошо делаете, тогда результатом будут продажи. Причем важным моментом, что продажи, я всегда считаю, что люди деньги не едят. Люди едят либо килограммы, либо едят литры пьют, либо потребляют штуки. Поэтому первично это единицы продаж, в чем вы продаете, а выручка от продаж, это вы помножаете штуки, килограммы, литры на цену, по которой продаете продукцию, и тогда вы получаете выручку, ну и определенный процент это является вашей маржинальностью или вашей прибылью. Начнем мы наше выступление с несколько, у меня будет в процессе выступления пять стереотипов. Мы сейчас давайте рассмотрим с вами первый стереотип, который я слышу от достаточно большого количества поставщиков продукции в ритейл. Этот стереотип заключается в следующем. Если договорились с клиентом, то он все выполняет. Если он все выполняет, значит проверять то, что там протворится на полке не надо. И как это вообще проверить в тысячах магазинах, мы поставили продукцию в пятерочку, там больше 15 тысяч магазинов, и как мы вообще физически можем проверить, вообще продукция на полке есть или нет. В реальности, на самом деле, как мне представляется, у категорийщика или у закупщика сети, у него достаточно сложная задача, у него огромное количество операционной работы. Он сидит в Москве в головном офисе пятерочки и договаривается, отсылает письма в региональный РЦ и думает, что у сотрудников региональных цехов нашлось время прочитать эти письма. И вот этот процесс, и помимо этого еще огромное количество операционной работы, которую надо каждый день делать. И поэтому очень часто есть ограничения, которые закупщик в головном офисе сети, он просто физически не может справиться. И поэтому вот подход, который мы пропагандируем клиентам, что надо закупщику помочь. А как ему можно помочь? А нужно сделать обзор ситуации и прийти к нему и сказать, раз в месяц или раз в квартал, в зависимости от категории продукции. Дорогой мой, давай мы посмотрим, какие продажи. Причем продажи не общие продажи, которые он и так без вас видит. А продажи с точки зрения дистрибьюции, управляющих параметров, и с точки зрения продажи на одну торговую точку. Я вот хочу обратиться к нашему представителю от ритейла. Если бы поставщик сказал, давайте мы с вами будем делать раз в квартал такую сессию, и я вам буду показывать, какие продажи на торговую точку и какие дистрибьюции продукции, что бы вы ему сказали. Это поставщик мне такой предложил? Да, если бы поставщик такой предложил. Ну, сказал, давайте лучше в полгода, а может быть никогда, потому что нам этим заниматься просто некогда. Только он же пришел бы к вам с отчетом. На что мы показали бы свой отчет. А, то есть у вас, значит, соответственно, у вас есть… Расскажите тогда поподробнее про ваши отчеты, которые вы обычно смотрите, как продается продукция. Ну, во-первых, всегда это отчет по категориям, да, и по структуре, и по ее движению, по уходимости. И вопрос в том, что насколько нам есть возможность выделять в этом отчете каждого поставщика, если он не приоритетный и не в топе продаж. Ну, вот в этом, наверное, и все дело. То есть если он… действительно мы можем на нем зарабатывать, да, мы, скажем, с удовольствием будем проводить такие сессии, послушаем ваше мнение, но, скорее всего, сделаем так, как выгоднее нам. Понятно. Здесь для меня был самый ключевой момент, и вот самое ключевое, то, что было отвечено, это то, что, как бы, насколько продукция, представленная поставщикам, выгодна, и сколько ритейлер зарабатывает на ней денег. Да. Или у вас другое мнение? Это правда жизни, да. Да, и вот одна была тема насчет эффективных… что такие эффективные продажи, и у нас дальше будет как раз специально на этот темблок, и второй был насчет системы автозаказов. Я это называю пила. Это когда, значит, вот так поставки в ритейл, они вот так вверх-вниз, вверх-вниз, причем могут отличаться в 3-5 раз месяца от месяца. Да, 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 да. И мы на этом тоже с вами остановимся. Значит, второй стереотип, который мы слышим от наших поставщиков MCG, заключается в следующем. что, на самом деле, полки во всех магазинах разные. Есть магазин 200 метров, и там секция категория 2 метра. Магазин 400 метров – это там секция 4 метра. А если гипермаркет, там секция той же самой категории продукции, может быть, даже 15 метров. Значит, раз это так, то, соответственно, надо сделать разную дистрибьюцию в зависимости от размера магазина, в маленький формат 5 SKU, в средний формат 10 SKU, в большой формат 20 SKU. И там разные дистрибьюции, там разный, соответственно, ассортимент. И дальше сверху еще это добавляется, что есть региональная специфика, которая заключается, что в каких-то регионах продукция какая-то пользуется спросом, в каких-то регионах продукция не пользуется спросом. Значит, ну, действительно, это есть, и действительно так оно и есть, что и это никуда не деться от того, что в разных площадях магазинах размер секции одной и той же категории совершенно разный. Еще может отличаться там между магазином у дома и гипермаркетом, может отличаться размер секции там чуть ли не в 10 раз. Но на самом деле есть такая закавыка, заключающаяся в следующем, что конкретный магазин сети снабжается с конкретной ВРЦ. И мы сталкивались с ситуацией, что есть конкретный ВРЦ, поставщик договорился, что есть печерочка 20-й формат, значит, и к этому конкретному ВРЦ привязано 10 магазинов 20-го формата и договорились на 20-й формат на все торговые магазины, а вот этому ВРЦ держать вот эти для 20-ти магазинов какие-то там 5 ассортиментных позиций не имеет никакого смысла. И поэтому в результате, хотя договорились где-то наверху о том, что вот такой ассортимент должен быть в зависимости от размаров, на самом деле по факту это объективно не выполняется. И дальше есть обратная сторона. Когда на ВРЦ лежит у вас 20 ассортиментных позиций, которые считаются, что это для больших форматов магазинов, например, это есть маленькие форматы магазинов, которые видят, что на ВРЦ есть продукция, а почему бы ее не заказать. И получается вот такая противоречие, что между тем, что есть определенная договоренность и объективно это так, разные размеры секций требуют разный ассортимент, а по факту в магазинах малых форматах оказывается ассортимент шире, чем в магазинах более крупных форматов. Я продемонстрирую вам один из кейсов. Этот кейс мы сделали для поставщика кондитерских изделий в декабре. При этом анализ мы взяли на основании оффтейков, продажи с полки, пятерочки, и выбрали не все пятерочки, а выбрали только пятерочки, только десятого формата. Это самый распространенный формат магазина. И дальше мы посмотрели. При этом у этого поставщика в пятерочку совершенно единые договоренности на всю Российскую Федерацию, что он должен поставлять определенное количество из кейсов в десятый формат магазина, а именно конкретно он должен поставлять 12 из кейсов. По факту оказалось, причем декабрь это тот месяц, когда для кондитерских изделий это перед Новым годом, это все готовятся к празднику, как раз это такой сезон для продажи кондитерских изделий, казалось бы, полный ассортимент должен быть. По факту оказалось, что в одном формате магазинов количество из кейсов может быть от 7 до 13. То есть количество из кейсов от одного и того же поставщика отличается в два раза. А второй парадоксальный момент заключается в следующем, что казалось бы, если вы вместо 10 из кейсов поставили 20 из кейсов, наверное, у вас продажи на каждый из кейсов будут меньше. То есть логика такая. Потому что тогда размазываются ваши продажи, потому что у вас из кейсов очень много. А по факту оказалось, что вот такой корреляции между количеством из кейсов, присутствующим на полке, и продажами, выручкой, ну здесь конкретно привезена выручка на один из кейсов на одну торговую точку, она отсутствует. То есть продажи в разных магазинах могут отличаться в 4 раза. Вот у меня тогда снова хочу обратиться к нашему уважаемому эксперту из ритейла. Вот вы такие ситуации рассматривали у себя? На самом деле, я думаю, что были такие частные случаи, и всегда речь идет о доходности целой категории. И поэтому я, например, склонна ожидать, что, как вы говорите, все-таки доходность всей категории будет размазана по тому количеству из каю, которое есть в данный момент на полке. Но я не знаю конкретно кейс по какому продукту. Я думаю, что здесь надо просто более глубоко рассматривать. Возможно, увеличение и расширение категории в какой-то сезон способно дать больше прирост товарооборота даже по категории. То есть если это кондитерка и в сезон, или там рыба в сентябре-ноябре, то возможно очень даже, что с увеличением естественного спроса, то и рост категорий, и увеличение количества в скаю, оно обосновано и дает действительно прирост. Все, спасибо большое. Давайте мы переходим к следующему стереотипу. Я его назвал о бедных и богатых регионах. Да, действительно, в Российской Федерации все регионы неоднозначны. И доходы на душу населения в некоторых регионах есть 20 тысяч рублей, в некоторых регионах 70 тысяч рублей. Это достаточно большая разница. И так ли это? Но очень часто думают, что есть абсолютная корреляция, чем, соответственно, беднее регион, тем, соответственно, меньше продажи, а чем богаче регион, тем больше продажи. Конечно, это правильно, это верно, потому что на самом деле все рыночные отношения и вообще процесс выбора начинается только тогда, когда доходы на душу населения больше 20 тысяч рублей. То есть меньше 20 тысяч рублей. Считайте, что рынка нет. Потребители покупают исключительно продукцию, ну, исключительно, там, абсолютно и по минимуму, только для того, чтобы обеспечить свои, там, базовые потребности, да. И не задумываются, там, о каких-то дорогих продукциях и, там, о каком-то ассортименте. Это, само собой разумеется. Но вот мы тоже, сейчас я покажу следующий кейс аналитики, который показывает, что на самом деле корреляция не совсем такая. Да, и сейчас давайте тогда мы перейдем к этому примеру. И здесь, здесь тоже в качестве примера взята пятерочка. И здесь на оси, здесь все магазины пятерочки были разбиты по регионам физически, соответственно, где они находятся, да. И дальше мы посмотрели, по горизонтальной оси отложены доходы на душу населения в конкретном регионе, где находится, соответственно, пятерочка. А по вертикальной оси мы отложили, а какие продажи продукции на одну торговую точку в месяц. И это тоже был сделан декабрь, такой, ну, такой хороший месяц для продаж. И да, действительно, когда вы видите, что здесь вот продажи, там, о, выше 40 тысяч, выше 40 тысяч рублей дохода на душу населения, то здесь такая очень четкая и ясная корреляция есть. Доходы населения растут примерно в два раза, и при этом продажа увеличивается на 40 процентов. Наверное, если продлить эту шкалу, наверное, на каком-то этапе наступит насыщение. Но самое интересное, это не это. Самое интересное, что если мы возьмем там регионы, в которых доходы 30 тысяч рублей, при этом продукции абсолютно одинаковые, то мы видим, что при одинаковых доходах у вас могут быть продажи на одной из кию в месяц семь позиций в месяц продается одного из кию, а может быть и 25. При этом при доходах есть регионы, в которых доходы 40 тысяч рублей, при этом у них продажи на торговую точку могут быть меньше, чем при доходах 25 тысяч рублей там продажи могут быть существенно больше, причем там раза в 2-3. То есть на самом деле логика, как мы, изучая ситуацию, какую мы решили, как объяснить вот такую картину, которую вы видите, объясняется она очень просто, что есть расхождение, между что сделали. Мы взяли продажи, разделили на какое количество магазинов, в которых продукция должна быть. И вот получилась вот такая картина. А по факту, скорее всего, дистрибьюция не полная, не во всех, соответственно, магазинах эта продукция присутствует, поэтому, когда вы берете, что у вас фактическая дистрибьюция только 50% вместо 100, то у вас получается продажи средние на магазины оказываются там в 2 раза меньше, причем это остро ощущается именно в регионах, где как раз доходы до 40 тысяч рублей. При доходах после 40 тысяч рублей вот такой проблемы нет, вот такой зависимости. За исключением вот одного региона, я не помню, какой конкретно это регион, где доходы 55 тысяч рублей на душу населения, при этом уровень продаж, он что при 30, что при 50, примерно тот же самый. Это я имею в виду вот эту точку. А у меня тогда вопрос к аудитории. А вы для своей продукции анализировали в разных регионах, есть ли разные продажи? Да. То есть вы считаете, что это больше привязано к узнаваемости вашей торговой марки? Здесь еще один момент есть, ведь регионы, где доходность там 40 тысяч, там получается магазинов, то есть те, кто открывает магазины, да, менеджеры, они же тоже не дураки, садят, хороший регион, о, магнит открылся, я пятерочку сейчас тут воткну напротив, потом верн, о, нифига себе, они тут и тоже берет, и им тут сюда же нагло усадят, да, магазин, классно, да, поэтому доходы на точку падают. Вот у всех они думали, что у них будет вот сток, а они на троих поделили, и получилось примерно то же самое, что на 30. И вот здесь очень четко тоже отследовали, ну, производство игрушек, да, производим детские товары, но в FMCG формате редко встречаются, но тем не менее можно было четко видеть, что на том же Дальнем Востоке продажи просто нереальные, потому что, собственно говоря, в принципе на Дальнем Востоке там меньше представлено, чем в европейской части все товары, да, вот, а если мы возьмем светофор, который расположен в какой-нибудь деревне, они там Москву, Питер, они всех уделают, там такие продажи космические, просто нереальные, потому что в принципе у людей нету товара, поэтому анализировать в первую очередь надо корзину, которая есть в данном конкретном участке, вот, и сколько у тебя конкурентов еще там есть, если там один-единственный, ты там будешь просто в топе, и там регионы 50 тысяч, доходы отдыхать будут просто очень-очень долго. Ну, я с этим согласен, очень часто можно встретить именно такую ситуацию, когда там две пятерочки открываются, ну, есть пример, когда в Москве, в частности в Солнцево, значит, на одном этаже две пятерочки, вход у них направо одна пятерочка, налево другая пятерочка, для того, чтобы магнита там не было, поэтому вторую пятерочку там открыли. И поэтому, естественно, потому что есть, ну, да, я согласен абсолютно с вами, потому что в конечном итоге я это называю мишень продаж, то есть вы расположили какую-то торговую точку, и у каждой торговой точки есть радиус действия. То есть если это магазин у дома, это там 500 метров, может быть, и километр. То есть это вот охват, это вот там 80% людей, которые ходят вот туда, это вот они живут максимум километре от этого магазина у дома. И дальше, если вы открываете там два или три или четыре магазина, то у вас, как бы, посетители-то остаются теми же самыми, да, просто они вместо одного магазина начинают ходить в два, а если третий, четвертый, пятый, то, соответственно, это размазывается. Я с этим, соответственно, согласен. Вот. Такое тоже может быть. Все понятно. Значит, давайте следующий стереотип раз с вами рассмотрим, который говорит в следующем, что продажи в магазине могут быть только во время промо. То есть промо есть, продажи есть, промо нет, продаж нет. А, значит, я с этим согласен. Конечно, промо реклама – это двигатель торговли, это еще в Советском Союзе сказали, да, но, как бы, если вот мы это только что мы обсуждали, там, пять минут назад буквально, что, как бы, поставки в магазины, и вы рассказали как раз кейс, когда вот так поставки то пусто, то густо, много и мало, и есть, то есть промо-промо, да, но вот поставки отличаются там в четыре-пять раз, и мы анализировали этот вопрос, действительно ли во время промо, вот действительно в пять раз или в четыре раза, и какая вообще корреляция между поставками и ценой. И у нас здесь есть, соответственно, два кейса, которые мы изучали, значит, оба для FMCG продукции. Здесь мы что сделали? Мы посмотрели поставки, мы отгрузки посмотрели за год, и посмотрели двух производителей. Значит, одного производителя, который там каждый месяц сменял цены, и, соответственно, посмотрели, как это взаимодействует между ценой поставки и, соответственно, отгрузками. Не продажей с полки, а поставки, да? И здесь мы вообще не увидели никакой зависимости, никакой корреляции между ценой поставки и, соответственно, отгрузкой. То есть, если мы с вами возьмем, например, февраль, февраль начался с того, что цена была 75 рублей, в феврале цену опустили с 75 до 60 рублей, при этом продажи фактически не изменились. Дальше опустили буквально на рубль, то есть в марте, и, соответственно, продажи выскочили там за 220 штук в месяц, значит, лидирующего СКЮ. Значит, потом цену обратно подняли, и при этом продажи опять пошли наверх. В апреле, соответственно, продажи был пик продаж, 300 тысяч единиц продукции было продано в месяц. Значит, в мае цену загнали наверх, причем дороже, чем была она в январе. Значит, продукция, соответственно, да, отгрузки уменьшились, но при этом, несмотря на то, что цена в мае была больше, чем в январе, при этом продажи в мае до январской не упали. Никак. Ну, я могу дальше продолжить логику, но вот как таковой там корреляции между поставками и это, то есть создается, соответственно, такое впечатление, вот когда вы анализируете там отгрузки, что это такое ручное вмешательство или там сбой в системе автозаказа, когда нету, как бы, зависимости между ценой поставки и, соответственно, отгрузками. Значит, и второй кейс, который я приведу, это другой, соответственно, производитель, и мы здесь взяли, да, пожалуйста. Ну, спасибо большое за комментарий, то есть, на самом деле, прогнозирование продаж, это не, почему я показываю эти кейсы, это не совсем, не так скажем, не совсем просто, так скажем, это я начал, конечно, очень хорошо, красиво выглядит, давайте продажи на точку, помножим на дистрибьюцию, значит, в результате вы получите продажи, забейте формулы в Excel, все, пошли, да, то есть, на самом деле, есть действительно огромное количество факторов, которые влияют, значит, мы просто, моя задача была, ну, продемонстрировать, какие, соответственно, есть факторы, какие вещи следует учитывать, ну, и дальше я, как бы, закончу, какие есть алгоритмы, какие есть варианты прогнозирования, и там одного единственно правильного нет, да, и, соответственно, просто разные алгоритмы используются в зависимости от ситуации в разном случае. Значит, второй пример, который мы делали тоже для другого поставщика FMCG, мы здесь решили проанализировать, то есть, это поставщик FMCG, он тоже, это пятерочка, он в течение года два раза менял регулярную цену своему пятерочке, значит, он в апреле сделал 54 рубля вместо 51 рубля, и в августе сделал 56 рублей вместо 54 рубля, это была регулярная цена, да, значит, при этом параллельно каждый месяц он делал промо, да, и промо, ой, опять перелеснулось, вот так, да, вот, каждый месяц делал промо, и внизу, вот такая пунктирная линия внизу, это какая цена была по промо поставке, каждый месяц она четко отличалась, то есть, в январе она была 40 рублей, в феврале 39, ну, и так далее, да, значит, светло-голубым цветом, это отмечены отгрузки, вот, причем отгрузки здесь сделаны там из расчета на одну торговую точку, в соответствии с той договоренностью, которая была с дистрибьютором, и это были отгрузки по промо цене, а внизу такое вот этот, вот это, это отгрузки по регулярной цене, то есть, по сути, если когда смотрим вот на такую, как бы, картину, если суммировать все продажи за год, то получается, что договариваться с ритейлером о регулярной цене, вообще, лишено какого-то не было смысла, потому что 90% поставок, это по промо цене, то есть, тогда, наверное, целесообразно не говорить о том, что у нас есть стандартная цена, есть промо цена, давайте мы просто договоримся по концепции everyday low price, каждый день низкая цена, и, значит, фиксированная цена на целый год, потому что вот при таком, как бы, состоянии дела с точки зрения отгрузок, ну, понятие там промо-не промо, оно просто лишено какого бы то ни было смысла, потому что по факту, практически вся продукция, ритейлерно закупается по промо-цене, а как она уже там продается, попробуй, не попробуй, это уже там второй вопрос, давайте мы, я немножко опаздываю от графика, поэтому давайте я сейчас перейду, собственно, какие есть варианты, алгоритмы прогнозирования, и здесь, соответственно, есть, ну, четыре варианта основных, значит, первые три, это, ну, их можно одним словом назнать, от трендов, ну, что это такое, вы взяли сезонность рынка, вы взяли, что у вас было в прошлый год, или последние два года, посмотрели динамику, что в прошлом году, там, на пять процентов продали больше, чем в позапрошлом году, решили, что, наверное, в следующем году тоже будете на пять процентов больше, и просто сделали формулу, нарисовали и скопировали на следующий год, да, второй момент, можно смотреть, но при этом тогда у вас получится, вот, вы скопируете в чистом виде те поставки, которые были, то есть, если у вас поставки отличаются в три-четыре раза, там, от месяца в месяц, вот, у вас прогноз будет вот точно такой же, то в четыре раза, то пусто, то густо, полное копирование, для того, чтобы сглазить вот эту кривую, есть, как бы, второй вариант от трендов, который говорит о том, что можно на самом деле взять, там, динамику, осреднить, не брать, там, отдельно взятые месяцы, а сделать осредненные продажи за три месяца последние, то есть, вы, например, сейчас сидите, вам нужно сделать прогноз на март, апрель и так далее, да, и вы говорите, ага, а давайте мы посмотрим, сравним февраль, январь, декабрь этого года с февралем, декабрем, январем прошлого года, и возьмем среднемесячные продажи за последние три месяца, среднемесячные продажи ровно год назад, посмотрите, у нас вот динамика такая, либо вниз, либо вверх, либо точно такая же, и применим вот это правило, можно даже с учетом сезонности вперед, и таким образом вы получите более сглаженную кривую с точки зрения прогнозирования продаж, это второй вариант, третий вариант, это когда истории прошлой нет, то есть у вас нет прошлой истории, у вас нет там года, нет двух лет, у вас есть, вы там запустились только сейчас, и у вас есть последние три месяца, сколько вы продавали, и тогда вот этот тренд последних трех месяцев вы там экстраполируете, соответственно, вперед, это вот третий вариант от тренда, значит, эти, все вот эти три метода, они будут хорошо работать только тогда, когда у вас схожие действия, как поставщика, так и ритейлера, сейчас, в будущем и в прошлом, когда вы все в точно то же самое, у вас все копируется, тогда вот эти методики от трендов, как бы она срабатывает нормально, и второй момент, надо учесть, что вот методику от трендов, она срабатывает хорошо, если нету там каких-то существенных изменений в категории продукции, да, то есть, ну, например, если мы возьмем там вот 22-й год, когда был полный вообще, кирдык, когда там огромное количество брендов просто ушло с полки, вот это полный передел рынка, и вот, соответственно, здесь, вот при таком полном передел рынка, никакое там прогнозирование на основании трендов, вообще ничего не будет работать, вот, поэтому есть, как бы другой способ, который заключается в следующем, что вот это вернуться к тому, с чего, собственно, я начал, это прогнозировать продажи из расчета дистрибуции, из расчета продаж на торговую точку, которую вы хотите добиться, и поподробнее сейчас об этих двух вещах расскажу, ну, в общем, надо взять, в каком количестве точек должны быть, какие у вас средние продажи на точку, вы планируете, и, значит, можно учесть сезонность товара, значит, можно цену глубину промо, я сейчас два слова скажу, как правильно сосчитать промо-непромо цены, ну, и самое главное, это согласовать прогноз с клиентом, да, и вот тогда, вот этот вариант, он более такой универсальный, подходит, ну, для большого количества случаев, и он, как бы, не учитывает вот эти все негативные вещи, чтобы не было копирования негативного опыта прошлых месяцев, значит, я поэтому остановлюсь на двух моментах, последних в моем выступлении, это первое, это как определить, что такое эффективные продажи, да, потому что все магазины разные по площади, и на самом деле, есть такой универсальный критерий, это, знаете, как есть человек, у него температура 36,6, это значит, он, наверное, здоров, да, вот этот критерий здоровости, вот критерий здоровости, это для ритейла, мы это оцениваем, как продажи на квадратный метр торговой площади, мы в качестве критерий здесь написали 500 тысяч рублей в год на один квадратный метр торговой площади, в качестве референта здесь внизу есть все российские сети, значит, самые низкие продажи с квадратного метра, это у магнита, самые из российских сетей наиболее эффективные, это гиперглобус, где больше 500 выручка с квадратный метр, если мы берем там ритейл США, средний ритейл США, это тоже около 500 тысяч рублей в год, но вот если мы берем там мировых лидеров вроде Теска, например, да, из Великобритании, то у них там тысяча, то есть получается миллион, миллион рублей в год, если переводить по курсу там 70, да, на рубли. Но, значит, на самом деле в магазине только 35% занимают торговое оборудование, значит, оставшиеся 65% это проходы, аллеи, прикассовая зона и так далее, и это первое. Второй момент, да, есть зоны с там палетной выкладкой, но чаще всего все-таки это там стеллажи, у которых может быть три полки, четыре полки, иногда две полки, вот, поэтому на самом деле вот эти квадратные метры с полки можно перевести в погонный метр полки. Вот если сделать вот эту математику, то получается удивительная вещь. это тоже 500, но это 500 рублей в день с одного погонного метра полки, причем полка взята, значит, глубиной 60 сантиметров. И вот это эффективные продажи для ритейла. То есть если, соответственно, вся продукция, выставленная с одного квадратного метра, будет продаваться 500 рублей в день, значит, тогда в результате ритейлер получит 500 тысяч рублей в год своей выручки, и это будет там один из рекордсменов среди ритейлов в Российской Федерации. Дальше можно пойти дальше. Дальше мы говорим, ага, нам же известна средняя цена на нашу продукцию. Давайте мы вот эти 500 рублей в год с полки разделим на среднюю цену продукции и пересчитаем в штуки, потому что люди же не едят деньги, а люди едят штуки. И дальше на любой категории продукции можно сосчитать, что, ну, здесь привезено два примера. Если, соответственно, у вас безалкогольные напитки, это от 5 до 7 рублей бутылок в день с одного погонного метра полки. Если это колбаса, то это от 1,5 до 1,5 килограмм колбасы килограмм в день. Ну, у вас для вашей категории продукции вы, соответственно, можете сделать как бы такую же математику, и вот это, собственно, и будет ваша эффективная продажа. Поэтому, когда, я думаю, что вы придете к ритейлеру и скажете, знаете что, у меня будут, я обеспечиваю вам продажи вот такие, да, тогда ритейлер скажет, да, действительно, для меня это интересно, хорошие, интересные продажи, это будут эффективные продажи. И последний момент, на чем я хочу остановиться, это последний кейс, это мы делали кейс для одного клиента, когда хотели, было такое задание, проанализировать, как зависят продажи от продолжительности промо. И мы анализировали ситуацию, значит, одна и та же продукция, а первый месяц оба раза глубина промо была 40% от базовой цены, но разница заключалась в том, что первый месяц промо было 10 дней на полке, а второй месяц промо было 7 дней на полке, а оставшиеся дни, соответственно, были по регулярной цене. Значит, если смотреть на общий, там, график результат, да, результат выглядел таким образом, что первый месяц 60% продаж было по промо цене, а 40, соответственно, по регулярной, второй месяц 40% было по промо, 60% по регулярной, все с точностью наоборот, но при этом общей продажи в тот месяц, когда было 10 дней промо вместо 7, значит, он оказывается на 15% больше. И вот первично наш заказчик, наш клиент, у него была именно такая логика, что давайте тогда надо делать более продолжительные промо, потому что, вот смотрите, вот у нас какой результат, мы тогда на 15% больше продаем. И там 7 дней это мало, а вот 10 дней это самое то. Но дальше мы стали анализировать ситуацию, мы разбили не просто продажи в месяц, а разбили, соответственно, по неделям. И справа, с левой стороны, прошу прощения, график, все то же самое, но продажи по неделю. И обращает внимание, что, оказывается, на третьей неделе был аномальный всплеск. Да? И аномальный всплеск, на самом деле, мы смотрели это по оффтейкам, и аномальный всплеск определился очень просто. Оказывается, у основного конкурента три дня на этой неделе был аутов сток. Был сбой поставок. Поэтому, на самом деле, рассматривать третью неделю как стандартную и нормальную с точки зрения, соответственно, продаж, это некорректно. А на самом деле, вот корректная картина выглядит следующим образом, что да, как бы есть стабильный уровень продаж, здесь в штуках привезен 250 единиц, так скажем, условных единиц, так это назовем, в месяц, это регулярные продажи, которые каждый день, причем они в течение 9 недель или 2 месяцев, значит, они одни и те же. При этом, когда есть промо, тогда промо на 80% больше продажи, даже не в 2 раза, на 80% больше, чем, соответственно, продажи по регулярной цене. При этом еще такая вещь есть, как-то обратили внимание или нет, то есть, если есть, например, вот неделя промо, здесь, соответственно, всплеск, а потом, соответственно, а потом объемы, соответственно, падают. Ну, примерно вот такая же картина наблюдается здесь. Здесь просто вот эта графа слишком аномально высокая оказалась, но если бы она была обынающим, все равно, как бы, следующую неделю продажи ниже, это просто говорит о том, что люди покупают, покупали эту продукцию впрок, вот, и, соответственно, желудок ограниченный и, соответственно, больше не нужен. Да, конечно. Здесь будет больше, там можно делать, не делать промо, потому что они и так придутся в промо закупаться. А ближе к авансу, у них деньги уже кончились, если нет, можно промо поставить, они, да, будут брать стабильность. Ну, на самом деле, если, ну, в этом есть логика определенная, но, как бы, зарплата по этой логике, она на, там, во второй неделе. То есть, вот, на второй неделе она, как бы, зарплата. И ты... Ну, до десятого. Ну, это как раз в неделе 14 дней. Да, получили. В неделе 14 дней, да, но я здесь просто вам продемонстрировал график на выбор, чтобы не загрузить вас. Соответственно, проглазил, проглазил, ну, 9 недель конкретного это. На самом деле, мы анализировали ситуацию в течение года, и ситуация, вот, плюс-минус, одна и та же повторялась. То есть, соответственно, были какие-то всплески, причем иногда было наоборот. Иногда было наоборот, когда, соответственно, были продажи вниз, и на самом деле поставщик, соответственно, сам косячил, так скажем, и не поставлял продукцию. Я вам здесь просто показал пример, да, поставщик все сделал правильно, но при этом у конкурента оказалось что-то не так. Ну, на этом, если позволите, тогда я закончу.